Привет, меня зовут Кирилл и это новый выпуск точек на карте. В прошлый раз я рассказывал о проблеме оползней прибрежных склонов в Одессе и области, а также составил карту участков, где они произошли за последние пять лет. Этот выпуск будет посвящен проектам общественного бюджета, за которые Одессе ежегодно голосуют, чтобы выбрать самый достойный. Однако, к сожалению, проекты, набирающие больше тысячи голосов, это скорее исключение. Этот факт показывает, что многие жители Одессы даже не слышали о возможности выбрать проект. Большинство проектов касается благоустройства различных зеленых зон, площадок для спортивных тренировок и детей. Одним из таких проектов, реализованных в 2018 году, стало создание инновационных игровых инсталляций. Название проекта громкое, а на деле за 5 миллионов гривен действительно установили светящиеся качели. Высокую цену долгое время объясняли длительной перевозкой из самой Австралии. А на деле мини-расследование УСИ показало, что их закупили в России. И, возможно, одесские СМИ забыли бы об этом случае, если бы качели не стали постоянно ломаться и требовать ремонта за бюджетные деньги. При этом, до сих пор проект числится на реализации. Еще одной звездой 2019 года стал проект DuckTown на 411 батарее, также за 5 миллионов гривен. Бюджетным средствам обещали добавить деньги неких инвесторов, однако их найти так и не удалось. Сейчас DuckTown периодически работает. До состояния готового проекта тут нужно будет сделать еще очень многое. А общественность Одессы продолжает подозревать проект в подготовке застройки парковой территории. В 2020 году также есть ряд проектов, предусматривающих благоустройство территорий, и в течение года тут появятся некоторые из них. Одним из таких стало восстановление сквера вокруг бывшего кинотеатра «Вымпел» на Адмиральском проспекте. Прямо за моей спиной сквер, который долгие годы находился в удручающем состоянии. В 2020 году на него выделят полтора миллиона гривен по программе общественного бюджета. Тут появятся новые дорожки, лавки и новые деревья. Что интересно, большую часть суммы – более 1 миллиона гривен – потратят только на дорожки. Это далеко не единственный проект, получивший финансирование в 2020 году. Но пока говорить, что его доведут до конца – рано. Мы сейчас пообщаемся с местными жителями и узнаем, в курсе ли они вообще, что тут будет проходить благоустройство, и голосовали ли они за этот проект. Я так слыхал, что будут… Это был когда-то летний кинотеатр. Я здесь с 1957 года. Здесь вот кинотеатр был. Я был еще маленький, денег не было, лазал на деревьях и смотрел фильмы. Здесь сидел оркестр, здесь там площадка была. Была. А что будет сейчас, ты понимаешь. Обещают выделить полтора миллиона гривен, но большая часть денег уйдет просто на дорожки. Вас дорожки вообще смущают в парке? На сквере. Не, дорожки как дорожки, надо что-то существенное, ну что дорожки. Знаете ли вы про то, что будут устраивать сквер в следующем году? Ну, только что узнал. А когда-нибудь голосовали по проекту общественного бюджета вообще за то, чтобы выбрать какой-то определенный объект, который будет восстанавливать за деньги города? Нет? Нет, ну если на этот сквер, да, нужно увидеть в каком-то состоянии. Примерно так выглядит богоустройство, которое планировали здесь раньше. Еще одним проектом станет создание новой детской площадки «Двор в виде солнца» на проспекте Небесной сотни. Есть, правда, одна деталь, что еще в прошлом году также по проекту общественного бюджета и за такую же сумму создали площадку в виде солнца в 50 метрах от запланированного места. Качество выполненных работ, к сожалению, оставляет желать лучшего. Помимо богоустройства по проекту общественного бюджета также прошли детские и спортивные площадки. Одна из таких «Двор в виде солнца» появится здесь, на проспекте Небесной сотни. Сейчас здесь только следы ночных пьянок и несколько старых скамеек. Что интересно, на нее также выделили полтора миллиона гривен. При этом потратят на дорожку и благоустройство всего 250 тысяч. Все остальные деньги потратят уже на современную детскую площадку. На месте ответственных за детскую площадку я бы задумался об установке здесь камеры наблюдения. Ведь скамейки возле супермаркетов привлекают любителей пошуметь в ночное время. Вот нам выделили 50 миллионов гривен на ту площадку. Вот вы подойдите за 51-м домом и посмотрите, какой там беспорядок. Хотя бы там такое творилось, эти ямы такие ужасные были, хоть ямы позарывали. Старая, значит, завалили песочницу, опять ее поставили, сбили, сбили. Вот посмотрите, какой там порядок. Поэтому я не верю, что сюда выделят полтора миллиона и будет порядок. Не знаю я. А вот так выглядит идентичный уже готовый проект. Как мы видим, здесь почти нет растений и не доделаны дорожки. Но есть и другие проекты, которые, по словам их авторов, должны улучшить жизнь одесситов. В этом году таким стал проект Одесса Двор за 1 миллион гривен. Это карта дворов Одессы, на которой будет указана информация о состоянии детских и спортивных площадок. Возможность добавлять информацию на карту будет также и у обычных граждан. А реагировать на замечания жителей и контролировать выполнение работ должны будут ЖКСы. Есть также некая вероятность, что контроль за состоянием площадок могут передать ОСНД. Также много вопросов вызывает два проекта по полтора миллиона гривен на освещение пешеходных переходов. Оформленные они почти идентично, хотя авторы у них разные. Однако один предусматривает освещение сразу семидесяти переходов по всему городу, а второй лишь пяти. Кто из них ошибся в расчетах, пока сказать трудно. Но, несмотря на вопросы, оба были согласованы депутатами Одесского горсовета. Помимо этих пяти проектов в 2020 году в Одессе согласовали еще 26. Все из них я нанес на карту для удобства. Стоит также отметить, что в этом году ни один из них не перевалил за сумму в полтора миллиона гривен, как это было в предыдущем. И вот некоторые из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...